Друзья, если вас постоянно просят улыбнуться Или спрашивают, что случилось, а у вас при этом все в порядке Спешим сообщить, у вас resting bitch face, RBF, или синдром стервозного лица Как этот синдром мешает жить? Давайте посмотрим Звезды милашки всегда свежи и улыбчивы, их обожают режиссеры и журналисты Такую репутацию подмочить трудно, блондинку в законе Риза Уизерспон, например, застукали за нецветвом вождении Но стоило сделать бровки домиком, и все бросились ее жалеть Другое дело, если твое лицо не такое милое Рина Зельвегер знает это тяжело У актрисы рекордное количество ненавистников, которые дразнят ее лимоном Мол, выражение будто цитрусовых объелось А ведь вообще не Зельвегер, милейший человек В российском шоу-бизнесе тоже ставят клеймо стерва по выражению лица Обладательницу дерзкого прищура Паулину Андрееву, например, иначе, как коварной разлучницей, не называют Не могут простить, что к ней ушел Федор Бондарчук А милая блондинка Светлана Иванова уже несколько лет открыто признается, что имеет близкие отношения и общего ребенка с женатым режиссером Джанником Файзеевым Но упреков ее адрес не слышно Я не хочу тебя ударить, у меня просто такое лицо восклицает герой ролика о РБФ Он рассказывает о тяжелой доле тех, кто не светится счастьем ежеминутно Что первично? Сложный характер или его внешние признаки? И действительно ли РБФ это исключительно внешняя проблема? Поговорим об этом с нашей гостьей, однозначно позитивным психологом Натальей Толстой Наталья, доброе утро! Доброе утро, друзья! У вас с лицом все хорошо, у нас тоже на ведущем вообще утренней программы не положено быть недовольным лицом А приходилось встречаться с этим синдромом стерозного лица? Сталкиваемся ежедневно, начиная от жалоб пациентов, они приходят и говорят Ты знаешь, я не могу найти себе пару, я прихожу на мероприятие, я красиво одета Но иногда я вижу фотографию, которую сделали тогда, когда я не видела И мне кажется, что я полынь жую постоянно Очень многие люди не улыбаются, выглядят при этом злыми, недовольными Но при этом у них все хорошо в жизни и прекрасно Вот что происходит, почему это все видно на лице? Во-первых, мы можем посмотреть на голливудских звезд, где действительно это типажи А ну-ка попробуйте такое лицо играть постоянно, да, улыбаться Можно натянута, а вот делать вот такое лицо, с ним надо родиться Но этот человек может найти себе партнера, которому нравится сострадать, развлекать Мы же, понимаете, в каждой избушке свои погремушки И, возможно, это выражение лица кого-то сподвигает на подвиги Кто-то хочет сейчас совершить что-нибудь великое, чтобы хоть как-то растянулась улыбка на лице И опять этот же самый синдром нам, наконец, объясняет, почему Джаконда так улыбалась Вы же понимаете, непонятно, то ли паралитчик у нее, то ли она злая, то ли она улыбается Оказывается, у нее тоже был этот самый синдром Наконец-то вы раскрыли секрет И сейчас, смотрите, как интересно Когда в 21 веке в нашу жизнь пришла хирургия и эстетическая медицина Очень многие приходят к тому, что давайте приподнимем немножко бровки Давайте ниточками подтянем вам щеки Давайте уколем немножечко гиалуроночку высокой плотности Для того, чтобы ваша улыбка не была столь устрашающей И многие говорят, я устроилась на работу, я нашла супруга Это не приговор злое лицо Просто действительно, если вы видите, что там исчадие ада На каждой фотографии найдется человек, который испортит фотографию А она просто забыла улыбнуться А природа не наградила вот этой потребностью улыбаться на фотографии Наталья, скажите, пожалуйста, а как вот синдром стервозного лица может навредить человеку по жизни? Навредить может тем, что ты неправильно себя позиционируешь, забывая о том, что у тебя такое лицо Мы же себя не видим со стороны Как мы голос свой слышим, как из трехлитрового баллона Точно так же мы видим себя только на камере и думаем, боже мой, что это за человек На фотографиях, боже мой, хорошо сейчас селфи появились И люди начинают хоть как-то искать свою мимику, более или менее, чтобы она была приличной Но когда мы устраиваемся на работу, почему-то красивых берут охотнее Людей с насупленными бровями Кажется, что он к чему-то цепляется Он знает что-то больше других Он недоволен коллективом И коллектив начинает выдавливать Вы знаете, что интересно? Вот вы же у нас мега позитивные Мы вас очень любим И синдром стервозного лица к вам явно никогда не относится Но это только лишь сыграть А вот в вашем окружении, ведь наверняка, есть такие подруги или друзья У которых этот синдром присутствует Вот вы им что говорите? У двух друзей в переходном возрасте у девочек были такие ситуации Когда мы приезжаем куда-нибудь большим коллективом Становимся на фоне красивой достопримечательности И стоит она Вот так ноги скрывала И как будто сейчас она метнет каменюкой прямо в того, кто снимает И, конечно, мы просим Ты, пожалуйста, улыбнись Щипали ее Приблизительно показывали Иногда у нас даже был свисток Мы периодически в свисток Другие сигнальные системы работали Мы ей говорили о том, что Зайка, а ты на фотографии Или уйди, или, если что, соответственно Давай украшайся Ну, удалось вам ее как-то переучить? Да, получилось, да Наталья, ну давайте прямо сейчас Для тех, у кого все-таки есть этот синдром И для тех, чтобы он никогда ни у кого не появился Что нужно делать, какие упражнения? Вот многие говорят Я не буду идти в компьютер Я не буду заниматься этими селфи Все делаю, то я не буду, зря Потому что именно эти манипуляции Показывают тебе, как свет поставить Сделать какой ракурс, раз Во-вторых, массаж лица никто не отменял Расслаблять мышцы лица Обставлять себя красивым Правильные мыслеформы И одна какая-нибудь большая цель Когда у человека есть большая цель Все остальное мелкое Ему кажется не проблемами А маленькими задачами, которые решаются И когда у тебя получается Ты автоматически не играешь улыбку А радуешься тому, что у тебя происходит Поэтому каждый раз, когда вы чувствуете Что у вас повисли крылья Обвисло лицо И у вас грустное выражение лица А не потеряли ли вы цель? А друзья мои Надо задуматься, да? Да, сразу непременно Придумать ее, захотеть И она у вас будет Спасибо вам огромное Как всегда, феерично Спасибо за полезный разговор Всем любви и добра Пока Пока